Ой, молодец! Иди скорее ты, иди! Скорее, открывород! Алину и Серёжу сегодня выписывают домой. Они провели в больнице всего пять дней. Это при том, что у мальчика подтвердился свиной грипп, а у его сестры оказалось только ОРВИ, но девочка была в очень тяжёлом состоянии. То, что малыши так быстро выздоровели, не удивляет ни врачей, ни бабушку этих детей. Не затягивали, сразу приехали. Как температура началась, мы сразу приехали. И за пять дней у нас всё прошло. Если кто боится, не бойтесь. Пролечитесь пять дней или три дня. Поступите быстро. Сейчас в инфекционном отделении 50 коек заняты больными ОРВИ и гриппом. За четыре дня у семи человек лабораторно подтверждён свиной грипп. Среди них Юрий Вирц. Утром проснулся во вторник. И это недомогание. Поработал до обеда. И всё. А потом всё хуже и хуже. И в больницу порехал. А там 40 с лишним. Температура была. И всё. И потом сюда привезли. Тут уже откапали. Юрий рассказал, что сейчас заболели ещё его жена и младший ребёнок. А вот старший, к счастью, не заразился. Врачи готовы при необходимости на выходных уплотнить палаты в инфекционном отделении. В наличии есть и дополнительные койки, и необходимые противовирусные препараты. К слову, последними медики настойчиво рекомендуют не увлекаться. Лекарство обязательно должен назначить врач. Именно он способен определить ОРВИ у вас или грипп. А вот о средствах профилактики стоит позаботиться самостоятельно. Правда, найти сейчас одноразовую маску не так-то просто. В четырёх аптеках, куда мы заглянули, их не оказалось. На такой случай врачи рекомендуют изготовить многоразовую. Берёте обычный бинт широкий, в четыре, если он такое мелкое плетение, в четыре слоя, если это крупное плетение в шесть слоёв, иногда и в восемь слоёв, разворачиваете с боков, подрезаете, чтобы по окружности головы, и одеваете на себя. Её потом же можно выкидывать, эту маску. А можно её и постирать, прогладить с двух сторон и вновь использовать. Также можно пользоваться при выходе из дома оксалиновой мазью. В аптеках можно найти ещё одно средство профилактики – солевой раствор. Есть изотонические, гипертонические, гипотонические растворы. Используются для профилактики вирусной, бактериальной инфекции. Используются для промывания носовых путей, чтобы смыть бактериальную, вирусную инфекцию из полости носа, также снять воспаление. Сейчас, пока идёт эпидемия, реже пользуйтесь общественным транспортом и не посещайте закрытые места с большим скоплением людей. Не забывайте проветривать помещение и мойте руки с мылом как можно чаще. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков. Будни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова